Успенскую церковь огнеборцы отстоять не смогли. Несвоевременное сообщение о возгорании и высшая сложность объекта. Обстоятельства оказались сильнее пожарных. Но впредь ни одна святыня не должна пострадать от огня. Решили в Главном управлении МЧС по Ивановской области и организовали пожарно-тактическое занятие на еще одном, непростом с точки зрения пожаротушения объекте, храме Неопалимая Купина. Время прибытия спасателей в расчет не берется. Пожарная часть находится буквально в соседнем здании. Основная задача – отработка действий подразделений. Храм – объект с высокой горючей загрузкой помещений. Место массового скопления людей. Это основные сложности при пожаротушении. В первую очередь огнеборцы определяют отчак возгорания. Выбирают направление и маршруты ведения спасательных работ. Отрабатывают схемы расстановки техники и подачи огнетушащих веществ. Все это в считанные секунды. Времени на раздумие и ошибки в реальности не будет. И вот уже спасатели приступают к локализации пожара. Кроме самого очага возгорания, внутри храма огнетушащие вещества подаются на крышу, чтобы пламя не распространилось по пустотам. Точно так же и Успенскую церковь можно было спасти при своевременном сообщении. Возможно, если бы на первоначальном этапе пожарные подразделения смогли войти внутрь и обнаружить очаг возгорания. А не так, как сообщение произошло очень поздно. Поэтому уже сообщали водители, которые проезжали по мосту, огонь вышел на кровлю. То есть позднее сообщение уже не оставляло шансов пожарным. Чтобы шансы были, к чрезвычайной ситуации должны быть готовы не только спасатели, но и священнослужители. В случае пожара, во-первых, самая основная задача – это вывести людей на улицу, чтобы у нас не было гибели людей на пожаре. Это самая основная задача, еще раз повторяю. Следующий – сообщить по телефону 01-101 или с этого телефона 112 и уже сообщить о месте восстановления пожара, где возник пожар, сказать свои данные и, если при необходимости, приступить к эвакуации материальных ценностей. Существует также ряд непреложных правил, которые необходимо соблюдать, чтобы до пожара дело не дошло. Об этом священнослужителям региона рассказали спасатели. Естественно, это занятие всегда полезно. Они у нас проводятся ежегодно. То есть представители Министерства чрезвычайных ситуаций приходят нам в храм, в наши храмы, проводят консультации с нашим духовенством, раздают памятки, консультируют духовенство. Ну, а в дальнейшем само духовенство уже проводит беседы со своими прихожанами, со своими работниками, сотрудниками. Соблюдать правила противопожарной безопасности, но быть готовыми к возможному ЧП. Вот алгоритм действий для служителей церкви, чтобы больше не дать огню ни единого шанса. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.